Товарищи, тема нашей сегодняшней лекции в Университете рабочих корреспондентов «Борьба коммунистов за прогрессивный трудовой кодекс в Государственной Думе». Прочитает нам мой депутат Государственной Думы Второго Садзима Владимир Федорович Григорьев. Спасибо. Ну, я постараюсь, в общем-то, в целом рассказать, строго не придерживаясь, там, да, ты чего-то, потому что, ну, это спустя 20 с лишним лет не столь интересно, но само состояние общества и как там тогда все происходило, это будет гораздо интереснее. Я в Думу пришел в январе 96-го года, то есть уже 4 года прошло после, будем говорить, крушения социализма в Советском Союзе, в частности в России, проявился в большей степени. То есть уже социалистических отношений в обществе, в экономике уже не было, а вот в социальной сфере народ еще жил какими-то старыми иллюзиями, что вот правительство, оно родное, нас будет заботиться. То есть вот такое состояние было. И вот только после 93-го года уже стало наступать отрезвление, и поэтому выборы 95-го года и показали, что произошло резкое появление, будем говорить, большого количества общественных сил, которые резко сместили влево, будем говорить, вектор развития в то время. Поэтому и КПРФ получил достаточно приличное число голосов. Мы тоже смогли несколько миллионов получить на выборах, ну и другие там неправительственные, патриотические силы кое-что тоже получили в Думе. И Дума была довольно разношерстная, вторая, но с преобладанием в первую очередь КПРФ. Наш Дом Россия, его наследники, это нынешняя Единая Россия, тогда хоть и считались победителями, но они имели не очень много голосов, но они, к сожалению, умело управляли в целом Думой. Вот здесь вот интересный момент. Вообще-то Дума – это парламент, который, в общем-то, воспринимался, как вот тот Советский Верховный Совет, который всё решает. Вот общество ещё целиком не осознало, что вообще-то Россия после государственного переворота 91-го года и тем более 93-го – это уже не республика Советов и даже не парламентская республика, ну, парламентского типа, когда парламент – это главное действующее лицо государства. Государственная Дума, она вообще-то была, в общем-то, подчинённым законодательным органам по отношению к президенту. Вот даже председатель Государственной Думы, Селезнёв, вот он жаловался, что год, когда он стал председателем Госдумы после Рыбкина, вот, 96-й год, через год он даже жаловался, что вообще-то преобладает указ... ну, преобладают президентские указы, преобладают в этом решении. И вот я точно не помню, но примерно так было, что в сфере экономики и финансов там где-то было около 190 указов президента и только 140 законов, которые были сформированы Думой. По государственному управлению, государственной власти, там ещё выше, там вообще было пятикратное превосходство, там 200 с лишним по отношению к 40. Такая же картинка была по социальным вопросам, там то же самое преимущество, небольшое было у Думы. То есть основная масса законов принималась только после указов президента. И если посмотреть вот всю эту массу законов и указов, то оказалось, что масса кодексов, там лесной, земельный и прочее, за них шла борьба, там ещё что-то как-то было. Но вот единственная область, которая как бы не трогалась, первый год Второй Думы, это как ни странно был трудовой кодекс. То есть кодекс законов о труде, который был с советского периода, немножко модернизирован в Российской Федерации Верховным Советом уже тогда. И всё, в молчании. Вот я, когда пришёл в Государственную Думу, то по решению ЦК, в общем-то, меня направили, да я, в принципе, сам хотел, попал в Комитет по труду и социальной политике, потому что это было ближе, ну, по нашей идеологии, потому что там все остальные комитеты занимались, ну, будем говорить, дележом общественной собственности, а не организацией трудящихся. И вот тоже меня поразило, что тишина в отношении трудового законодательства. Вот по пенсиям, по социальным вопросам какие-то телодвижения ещё делались. По трудовому законодательству практически ничего не было. Хотя, в принципе, там от яблока был депутат, который занимался трудовым законодательством. Это наш питерский голов, яблочник. И всё равно тишина. Почему-то он свои усилия направлял на социальные вопросы, ну, то есть, совершенно не связанные с трудовым законодательством. И только уже где-то после выборов президента в конце 96-го года нам стали поступать документы на разработку нового закона, кодекса о труде. Но знаете, он на чём базировался? Это на кратковременных, краткосрочных договорах в Новой Зеландии. Ну, то есть, сезонных рабочих. Принимали на работу после определённого количества месяцев. Они увольнялись. И всё. И вот нашему народу предлагался такой вот кодекс законов о труде. Но пока всё это было тихо. По большому счёту ничего не принималось. Хотя после года работы Государственной Думы вы помните, что нарастали вот эти противоречия. Шла большим ходом чубайсовская приватизация, остановка предприятий и так далее. Народ понемногу стал выходить на улицы. Были первые забастовки большие. Ну, вы помните эти 97-98 год, когда широко стало развиваться рабочее протестное движение. Шахтёры на Урале, в Сибири, у нас здесь. В общем, везде нарастало недовольство. И вот мы, когда выступали перед трудящимися, мне пришлось вот не столько в Госдуме сидеть, сколько ездить по стране. В Оркута, шахта Варгашорская ещё дальше, на Урале, Свердловск, Челябинск, Калуга. Ну, по всем городам приходилось по заданию партии ездить и, ну, с трудящимися держать связь. Дальний Восток. И вот здесь, как нельзя, кстати, для организации рабочего движения пришёлся новый трудовой кодекс, который был разработан фондом рабочей академии. Вот, честно говоря, даже не помню, как я его получил. Я помню, что мы до этого когда-то говорили с Михаилом Васильевичем Поповым о том, что необходимо это. Ну, было связано это с другой проблемой, когда забастовка докеров была. Значит, Михаил Васильевич приезжал и как-то вскользь об этом говорили. Я ещё тогда не знал, что фонд рабочей академии разрабатывает этот закон. И вот когда этот кодекс лёг на стол, когда, использовав определённую процедуру, удалось его зарегистрировать в Комитете по труду и социальной политике, вот здесь уже немножко было другое. Но здесь вот не помог, честно говоря, председатель комитета Калашников. Но там связаны были определённые противоречия, ЛДПР и КПРФ. Но он сказал, что давай подключи ещё кого-то, потому что одному, ну, в общем-то, как-то в качестве субъекта законодательной инициативы выступать очень сложно. Но я обратился к КПРФ. И, вы знаете, не то чтобы получил отказ, но многие не хотят, хотя и не хотят отказывались. И только удалось ещё троих членов КПРФ подключить, членов фракции КПРФ. Это Шандыбина Василий Ивановича, потом, ну, известная личность, потом Ионова Анатолия Васильевича, это бригадира из Рязани, с завода, и с завода Хруничева, это Корсаков Николай Николаевич. Вот все люди, которых удалось уговорить, чтобы совместно, ну, пробивать трудовой кодекс. Ну, и дальше пошла интересная ситуация. Вдруг спустя некоторое время Корсаков уходит, ну, Ионов, к сожалению, тяжело заболел, он отошёл, и потом Шандыбин. В результате вот пришлось одному крутиться. Но вдруг узнаю, что КПРФ вдруг с того ни сего, до этого не занималась, начала создавать свою группу, кажется, там Сайкин был, Чуньков мой земляк, ну, по Кемеровской области, свой проект трудового кодекса. Когда спрашивал, они говорят, ну, пока ещё так это. Но почувствовал затяжку того, что трудовой кодекс, ну, тормозится. Потом посыпались определённые, будем говорить, процедурные вопросы. У вас нет экономического обоснования введения трудового кодекса. Ну, вы понимаете, это невозможно обсчитать, и это абсолютно бессмыслица. потому что, ну, тем не менее, требовали. А потом получилось так, что когда забастовочное движение, вот это протестное стало шириться, вот мы с Виктором Качем и на Кавказе были, и там по разным регионам ездили. Вот мне к Свердловске пришлось и спускаться туда, в метро, к бастующим метростроевцам, вместе с нашим товарищем Варией Николаевичем Сарваровым. То есть, как бы немножко за это время бюрократия комитетская, думская, она работала и, в общем-то, оттягивала решения о продвижении законопроекта. Дело в том, что, понимаете, у нас-то и в советское время многие слабо понимали о том, как функционирует государственная машина, да? А вот в нынешнее время абсолютное большинство людей, я полагаю, что не понимают, как на самом деле все происходит в государственной машине. Вот до сих пор считают, что у нас Дума это главный враг, который принимает законы, которые ущемляют права трудящихся. Хотя все это идет совершенно с другой стороны. Хотя Дума это тоже еще тот буржуазный орган. А процедура такая. Только после того, как комитет одобрит данный законопроект, его рекомендуют к внесению в список на Совет Думы. И вот Совет Думы, куда входят руководители фракции, председатели комитетов, поставят его в график на рассмотрение. Может поставить конец, а может вот как вчера из Кремля пришло решение, и в один момент практически приняли закон о иностранных агентах. То есть все от политической конъюнктуры сейчас, тогда в общем-то зависело. Вот такая процедура. И бывает, что законопроекты зависают на года, десятилетия. Вот закон о животных и так далее. Поэтому получилось так, что уже когда меня не было в Москве, звонят, срочно приезжай, иначе снимем с рассмотрения. Ну вот здесь московские мои товарищи поработали, и в общем пришлось передать другому депутату, чтобы он поддержал это. Но уже время было мало, и он ничего не успел, потому что все время это двигалось. Но вот только серьезное сопротивление трудящихся в 98-м году привело к тому, что немножко стали и в правительстве думать о том, чтобы как бы снизить этот накал, в том числе и через трудовое законодательство. А в 98-й год, вторую половину, пришлось, знаете, заниматься, помните наше знаменитое выступление рабочих выборского целлозно-бумажного комбината в поселке Советский. Тогда мне персонально было поручено пробить ну, как бы, думе этот вопрос таким образом, чтобы поставить на голосование. Вы знаете, это был исключительный случай, наверное, он единственный в истории той думы, да, наверное, и последующей, когда вопрос о выступлениях трудящихся на одном отдельном взятом предприятии был поставлен в повестку дня. И таким образом удалось на время отстоять, вот, оказать, будем так говорить, помощь трудящимся выборского целлозно-бумажного комбината. Но, к сожалению, уже позже их все-таки задавили, ну, как оно и бывает в капиталистическом обществе. Часть купили, часть не выдержала тяжелых, так сказать, испытаний, и вынуждены были подавать заявление об увольнении, потом уже завод стал работать, но уже совершенно на другого хозяина, не на самих себя. Поэтому, когда уже третья дума, там инициативу проведения законопроектов «Жизнь» подхватил Олег Васильевич Шеин, уже депутат, который от Астрахани, и он с нами сотрудничал. Но все-таки этот проект, поскольку правительство, в целом правящая верхушка, спохватились, они разработали свой законопроект, который, в общем-то, ему удалось протащить. Там их, по-моему, три или четыре было проекта, кроме Головского, проекта фонда рабочей академии, еще правительственный был. Ну вот, как я созванивался тогда с Олегом Васильевичем, он сказал, что не хватило всего двух голосов, как бы, для того, чтобы законопроект фонда рабочей академии можно было принять в первом чтении. Но, к сожалению, вы знаете, это связано с машиной голосования и с определенными взаимоотношениями между фракциями. Там не все так просто, там гораздо очень много, чем мы думаем, грубо говоря, подковерной игры между руководством партии, которая находится в Государственной Думе. И вот, я считаю, что вместо того, я бы так сказал, ущербного во всех отношениях Трудового кодекса, который нам навешивало правительство, ну и Голов в том числе из Яблока, то был принят вот такой компромиссный кодекс законов о труде, трудовой кодекс точнее, который сейчас и действует. Да, он такой же слабо защищающий трудящегося, но тем не менее это все-таки не тот реакционный, который хотели вот эти младые реформаторы во главе с Чубайцем, с Ямцовым и прочими протащить в жизнь. Ну и здесь можно сказать, что вы знаете, не всегда мы видим истинных проводников тех или иных законопроектов. Вы знаете, вот в то время главным, пожалуй, инициатором в правительстве вот такого реакционного законопроекта был замминистра труда некий Михаил Игонович Дмитрий, который и после того, как он ушел из Министерства труда, тем не менее он все равно долгие годы проталкивал вот эту идею законопроекта своего правительства, которое действовало во времена Ельцина, то есть Черномодинского правительства. Так что без определенного серьезного сопротивления трудящихся, я думаю, ничего бы не получилось с современным законом о труде. Поэтому я считаю, что вот тогда все-таки нам удалось как-то разбудить трудящихся, показать, что им грозит серьезная опасность в том, что касается трудовых отношений. А ведь там было очень интересное соотношение. Они считали, что вот Кодекс законов о труде и Гражданский кодекс. На первое место они ставили Гражданский кодекс, что это по Гражданскому кодексу в основном все должны противоречия разрешаться. А Кодекс законов о труде это как бы вторичное. И вот так долгие моменты борьба шла. И в качестве еще так сказать дополнения могу сказать, что помимо того, что все-таки надо уметь понимать и действовать в тех условиях, которые существуют в современном капиталистическом государстве. Но я вот хочу сказать несколько теплых слов о своих коллегах, с которыми пришлось работать. Ну, тот же Шандыбин при всей его интересной сущности скандального, который ну, как бы тоже помогал, хотя я ташу потом. Дальше был такой товарищ из комитета по труду Пашуто Владимир Ростиславович. Вот мы с ним что сделали? Вот когда мы видим, что в те годы, что правительство под любым предлогом уходит от конкретизации такого понятия, как прожиточный минимум, продовольственная корзина, мы пригласили на заседание комитета экспертов со всех учреждений, которые занимались этим вопросом, и те обрисовали картину, только после этого началась какая-то работа, хоть какая-то работа по повышению не то, что жизненного уровня, это смешно, но по конкретизации и о продовольственной корзине, и стала сразу видна сущность того, что делает правительство. Это первые шаги, потому что никто тогда еще из нас толком не знал, как с этим на законодательном уровне бороться, понимаете, потому что это очень существенно, пожалуй, к сожалению, и сейчас многие не понимают, как здесь работать, вот, пожалуй, есть одно исключение, это вот сколько, дважды, когда через нашу партию закон об индексации заработной платы через депутатов Карелии, через Госдуму пытались провести, хотя это не удалось, тем не менее, это показывает, что есть возможности даже в нынешних тяжелых условиях. И еще хочу добавить, что вот благодаря тому, что стал заниматься продвижением трудового кодекса фонда рабочей академии, пришлось ездить по разным, будем говорить, учреждениям, которые должны и обязаны были, собственно говоря, этот трудовой кодекс, имеется в виду в целом, разрабатывать. Вот неоднократно пришлось побывать Федерацию независимых профсоюзов России, Академия труда и прочие учреждения, которые обязаны. Они вообще этим не занимались, потому что не было, ну, если в Академии труда не было команды, это понятно, то Федерация независимых профсоюзов откровенно тогда была даже стычка у нас, когда мы приехали со Шмаковым. Он сказал, нас этот кодекс устраивает. Но все было понятно, что в то время Федерация независимых профсоюзов России сидела на богатом наследстве в ЦСПС и она занималась распродажей и сдачей в аренду всего того имущества профсоюзов Советского Союза на территории России. Фонд Академия Труда они, да, занимались, анализировали и помню очень прекрасные данные давал академик, профессор, который занимался медициной. У него такая грузинская фамилия, сейчас Шашишвили. он прямо сказал, через 10 лет Россия будет испытывать нужду медицинских работников, и мы встретимся с такими трудностями, что мы не сможем создать нормальную медицинскую помощь для населения России, собственно говоря, вот это и происходит. Ничего правительством нет, предпринимается серьезно для восстановления медицины в России, а наоборот все больше и больше ухудшается под флагом оптимизации. Ну и самое главное, что мы еще недооцениваем, вот в условиях капиталистического общества нужно еще опираться на международные разработки, это так называемая Международная Организация Труда, МОД. Вот она в Москве по большому счету, вот я когда бывал там несколько раз, и даже на конференции пару раз у них был, но они жаловались, что в общем-то российские политики по сути дела ее работу игнорируют, хотя там в общем-то наработки довольно приличные были. но многие говорят, ну вот это же капиталистическая, да, это капиталистическая система и та же международная организация, но надо исходить из того, что вот эта вот борьба, пусть даже и кажется бесполезной, за трудовой кодекс, за другие отношения в коллективах, она сплачивает трудящихся, потому что даже без этой вот пусть экономической борьбы, на политический уровень трудящиеся выходят с большим трудом, они сначала не понимают, чего они желают, и только потом они уже начинают понимать, что без решения политической основной проблемы власти, никакие экономические уступки со стороны буржуазии не будут постоянно держаться, потому что рано или поздно буржуазия будет их отнимать. Ну вот примерно так вот я хотел бы обрисовать то, что в те годы приходилось делать. Я очень благодарен тому, что фонд рабочей академии делал этот трудовой кодекс, да и вообще сотрудничество в те годы в общем-то было полезно для всех нас. Самое главное, что все-таки отголоски той работы иногда и сейчас проявляются. Я, может быть, это не совсем по теме, но приведу пример с нашей Ленинградской области. Вот у нас есть поселок имени Сведлова и Красная Звезда. Раньше там находился кирпичный завод. Вот мы неоднократно, ну мне как депутату по этому округу и тогда с Дмитрием Васильевичем Силаевым с другими товарищами выезжали, чтобы добиться выплаты заработной платы хозяеву завода трудящимся. Те категорически отказывали, нет прибыли, ну в общем, поскольку привлекли внимание, то они частично удовлетворили требования трудящихся, но самое интересное наступило потом и грустно. Они обанкротили завод и ликвидировали его как таковой, но дело в том, что на этом месте спустя 10 лет возник комплекс, это чай-кофе разведочная фабрика Невские пороги. Так вот, когда тут недавно возник определенный конфликт насчет церкви, насчет детских площадок, то молодые люди, скорее всего дети тех рабочих, в общем-то довольно серьезно и жестко с наших позиций выступили. Зачем нам церковь, зачем нам переименование поселка имени Свердлова, вы нам обещали стройте дома, детские сады и школы. То есть сразу вот ту работу, которая проводилась и должна нами проводиться, сразу ее не оценишь в том ключе, в котором мы думаем, что сразу получится. Нет, сразу это не может получиться, но тем не менее рано или поздно она должна себя проявить. То есть наши усилия напрасными не были и не должны быть. На этом бы я хотел остановиться. Лучший вопрос... Не получится остановиться. Это можно первых. Коварищ Тюлькин интересуется. Владимир Федорович, есть ли еще примеры использования законодательных инициатив фракции КПРФ и прочих фракций для развития профсоюзной и другой красовой борьбы вне Думы? Ну, вы знаете, вот по Второй Думе я не видел таких примеров. Наоборот, они старались все только через законопроекты. То есть они боялись, до сих пор боятся выступлений организаций вне Государственной Думы. Практически я не помню этого. Практически если и они выступали только после нас. То только после нас. Даже поддержку бастующих они будем говорить тихаря старались осуществить и практически это не было видно трудящимся. Поэтому очень сложно сказать, что они активно возглавляли забастовки выступления трудящихся. В целом, как фракция КПРФ, да и партия в целом. Предпочитали помалкивать. Далее вопрос Степан Сергеевич задает. Какие законы помимо ТКРФ вам приходилось вносить и отстаивать? Первый вопрос. Ну, вы понимаете, поскольку в те годы через Комитет по труду социальной политики в основном шли мелкие законы. Ну, по пенсиям, все остальное. Вы знаете, поскольку я непосредственно по пенсионным вопросам не занимался, но тем не менее мы обсуждали, будем говорить, левые депутаты этого Комитета, то многие вопросы приходилось отстаивать. Ну, вот здесь насчет отстаивания и, будем говорить, социальных гарантий мне пришлось выдержать очень серьезный бой, как ни странно, с членом КПРФ, а точнее с координатором фракции КПРФ Олегом Шинкарев, земляк Шандыбина, который рьяно отстаивал правительственную концепцию урезания гарантии льгот чернобыльцам. Мотив был один основной, что денег на это нет, вы и так слишком много получаете, да, в результате в 97-м году чуть ли не до драки дело доходило, в прямом смысле, когда мы пытались, нам удалось сорвать вот это голосование по урезанию льгот, хотя чуть-чуть урезали, но того тотального обрезания гарантий не было, но, к сожалению, уже в 2004-м году вот этот закон монетизации и так далее, он полностью практически ликвидировал многие социальные гарантии чернобыльцев, фактически оставив только три функции из этих гарантий, это санаторно-курортное лечение, транспортное и лекарственное, но и те не выполняются сейчас, ни по каким позициям не выполняются правительством. Нам говорят, что даже и хотя обещали сначала, но даже это похоже со следующего года будет урезано, причем урезается это очень хитро, вот на данном этапе, знаете, каким образом ряд вот этих социальных законов федеральных передаются на региональный уровень, исходя из бюджета региона, в результате региональные власти, ну в первую очередь региональные думы, законодательные собрания, исходя из своих финансовых возможностей, как бы на территории обрезают все. Федеральный закон не нарушен, а на самом деле идет глубокое нарушение значит федерального законодательства. Я не буду приводить примеры, в частности, если вот допустим у нас в Сосном Бару достаточно приличное число чернобыльцев, то мы отстаиваем это и нам каждый год проводится специально для чернобыльцев процедура диспансерного осмотра и направляют на лечение или на какие-то процедуры в медицинские учреждения. Вот недавно мне пришлось опять же по поводу Чернобыля ездить в город Луга. Там вообще не знают, что такие медицинские осмотры по закону должны раз в год проводиться. Ребята вообще этого не знают, потому что местные власти фактически поставили вне закона, хотя грубо нарушается федеральный закон. Поэтому вот эта вот информация тоже должна быть, но это нам не под силу, вот так, чтобы на только на нас взвалить все это дело. А Ефиш, Шенгарев-то потом где закончил? Он потом ушел из КПРФ, следующий, по-моему, в аппарате и потом в Единой России. Одним из самых пьяных противников потом. Да, это вообще. Ну, по-моему, там в конце они даже с Шандебином в прямом смысле подрались. Так, второй вопрос от Сапан Сергеевича. Приходилось ли вам участвовать в организации компаний по поддержке ТК РФ? Какое значение или роль играет давление снизу на принятие законов? Конечно, приходилось. Это вот когда Трудовой Кодекс появился, легче стало даже вот ездить по стране. когда беседуешь, участвуешь в акции, раздаешь вот этот проект и объясняешь, что правительство готовит и что вот реально предлагается. То, естественно, у людей появляется не просто желание поучаствовать в протестной акции, но и осмысленность появляется, что вот за что в принципе можно бороться и на предприятии организовывать людей. Потому что это очень серьезно, когда есть конкретная цель, когда можно и нужно за нее бороться. Вот я приведу пример. Мы были, тогда еще не было его, летом 97-го года в Кабардино-Балкарии, Нальчике, там ребята с электромеханического завода, по-моему, завод, производивший электропаратуру, 6 тысяч работающих и завод встал. Ну, вы понимаете, что такое для маленького южного города, ну, относительно маленького, 6 тысяч рабочих стали безработными. Вот мы с ними беседовали, ну, там, через наших товарищей, они в полной растерянности были, а тогда еще не было нашей партийной организации, там, да, она, к сожалению, сейчас не очень здесь. Вот. Очень сложно было даже с людьми говорить, хотя они понимали, что идет грубое нарушение всего и вся. Поэтому вот этот трудовой кодекс очень серьезно послужил, ну, будем говорить, подспорьем, также и на Дальнем Востоке. Пришлось вот в 98-м году, когда поехал туда, специально в командировку, уже фактически в свой отпуск, наступал на Дальзаводе, когда Дальзавод хотели полностью ликвидировать. Это одно из крупнейших предприятий Владивостока было. Так что это очень нужный был проект в то время. Конечно, сейчас сложнее, потому что процедуры усложнились настолько, что вот так человеку, который, будем говорить, не имея определенного образования, не имея определенных навыков в этом деле, вот так сходу со стороны представить проект, даже если он будет депутатом Госдумы, это очень сложно. Там сейчас такие рогатки выставлены для прохождения законов. Тем более, что понятно, что там идет внутренняя процедура вопросом, ну, будем говорить, между собой, согласование. Что еще можно на эту тему сказать? Как Вы объясняете, почему КПРФ было большинство государственной думы, а сейчас ничтожное количество? Сложный вопрос, но и в то же время простой. Потому что на том определенном этапе, на мой взгляд, КПРФ им нужна была как определенная подушка, как в автомобиле, чтобы не было резкого толчка, и они душили понемножечку через КПРФ, мы будем говорить, энергию, массу, что подождите, вот мы добьемся того, у нас будет 300 депутатов, мы проведем, и так далее, и тому подобное. Вот, да, простят меня товарищи, но я лично считаю, что нынешние события на Украине в определенной мере это в первую очередь на КПРФ. Почему? Когда в 99-м году стал вопрос о ратификации договора о дружбе с Украиной, между двумя буржуазными государствами, уже пусть оба государства, на мой взгляд, ублюдочные, так как и сейчас, и тогда, то мы, у нас несколько, человек 30 было, составили вопрос, зачем этот договор сейчас, когда ни один из договоров, которые ранее были заключены с Украиной, не выполняется, ни закон о границе, ни закон о Севастополе, ну, как о военно-морской базе, арендованной у Украины российским флотом, ни о самом Черноморском флоте, ничего практически не выполняется. Вот будут выполняться эти законы, ну, о языках, тогда уже тогда вставал вопрос, хотя не так остро, как сейчас, тогда и можно будет говорить об этом законе. На нас посыпались обвинения, именно со стороны КПРФ, да вы, да вы тут провоцируете, что вот примем закон, тогда все будет налажено и все такое, ну, что, приняли закон, после этого там, на Украине взаимоотношения, собственно, Украина-Россия ухудшились, но самое интересное было другое, что с того ни сего автоматически, как бы синхронно фракция КПРФ у нас в России и фракция КПУ на Украине автоматически обрушились, они сделали свое дело. Вот, на мой взгляд, таких синхронных действий не бывает. чтобы... Случайных. Да, случайных. Случайных. Это, очевидно, было руками КПРФ, мы будем говорить, расчищали дорогу. Поэтому, это мое личное мнение, потому что это очень трудно, доказуемо, но тем не менее. Поэтому, со временем, фракции КПРФ со своими претензиями и, грубо говоря, на большой кусок материального пирога вознаграждения, вот, ну, в законодательной сфере, оказалось, уже укрепившейся современной буржуазной власти в России слишком, ну, будем говорить, так, тенденциозно и, ну, будем говорить, слишком много требовало. Поэтому ее обрушили. Тем более, что они, мы будем говорить, вступали в сговор с властями неоднократно в отношении нашей партии, когда на выборах 95-го года. По всем показателям в суде, ну, когда разговаривал, что мы прошли 5-процентный барьер, ну, и наши голоса были разделены. Ну, будем говорить, существуют эти манипуляции. Поэтому я просто до сих пор удивляюсь, как еще КПРФ удалось, будем говорить, более-менее приличное отношение в области сохранить в те годы. Ну, потому что между нашими партией был договор, что в Ленинградской области два округа, 98-й и 100-й это остаются за КПРФ, а 99-й все в области за нашей партией. Мы этот договор соблюдали и не мешали им, и они вроде бы старались им не мешать. Вот уже на выборах 99-го года уже был совершенно другой расклад. Однозначно они жестко против нас выступали, ну, а в отношении, допустим, меня напрямую агитации не было, но была четкая команда дана приезжал представитель КПРФ и говорил за него не голосовать за кого угодно. Так и было. Так что тут вот эта вот политика лавирования она и привела к нынешнему состоянию КПРФ. Так, понятно. Так, ну что, записались на выступление Виктора Акадьевича Тюлькина? Пожалуйста. Вы не записывались. не подавались. Виктор Акадьевич, пожалуйста. У нас еще время есть. Все тогда, если будет. Не, вы посидите, потом славнитесь в течение слова еще будет. Да, последнее слово. Бюрократ какой-нибудь сейчас напишу. Я думаю, что надо Владимиру Федоровичу спасибо сказать за воспоминания, которые так сказать и выводы все это интересно и полезно и за ту работу, которую он проводил тогда и которую сейчас проводят. Это очень важный вообще такой вопрос, он и теоретический, и практически взаимосвязь. Значит, использование возможностей парламентской борьбы для развития борьбы вне парламента. Очень важный вопрос, прежде всего, для тех партий, которые считают себя рабочими, коммунистическими и прочим прочим. Поэтому вот с этой точки зрения и надо оценивать тот опыт, те воспоминания и выводы. Я думаю, что мы все уловили, что речь идет не о том, вот возможно ли было, скажем, именно рабочий трудовой кодекс все-таки проточить через Госдуму, да? Вот-вот уже чуть-чуть не хватало голосов, вот, ну, Шенин называет цифру, что чуть-чуть для них двух голосов не хватило от Андрея 124. Хотя, насколько я помню, было где-то 189, там, в голосовании, в первом чтении. Не в этом дело. На это можно прямо ответить, невозможно, потому что никогда не было ни у КПРФ и не будет значит, большинство в Думе. У них было близко, у них было с учетом голосов в аграриях, в народовласти, фракции и собственных где-то 205, там, 210 называется, но, и правильно Владимир Федорович говорил, что регулирование процесса идет, так сказать, там, и что надо, то и протащит. Это раз. Но, вопрос-то ведь главнее другой, что, насколько можно вот эти возможности использовать для развития борьбы вне парламента. Вот это более показательные процессы. Наверное, борьба за трудовой рабочий кодекс, она была самым масштабным примером из нашей практики, которые мы вместе прошли, значит, потому что не только там история прохождения, не только громкость, известность, но и вовлечение в это дело профсоюзных масс, а это были профсоюзы и опять-диспетчеров, и докеров, да, и наиболее прегрессивные отряды ФНБРовские, которые были, они за это дело высказывались и высказывались, значит, на всех уровнях, когда говорят. Вот это очень важный момент. Второй момент, который однозначно известен, что если бы не было этой борьбы, вот этой борьбы за трудовой кодекс, рабочий трудовой кодекс, как его тогда называли, то нынешний кодекс, сегодня есть, был бы намного хуже. Вот это можно без всяких этих самых как аксиому принимать, и тому есть многие примеры, которые можно бы вспомнить. было. Значит, еще один момент, вот на этой борьбе за этот трудовой кодекс, она высветилась вся соглашательская роль партии КПРФ, которая называется, Причем тогда они были еще левее, чем сегодня. Вот поверьте, сегодня они вообще сдвинулись в какую сторону, но перед голосованием, а голосование было в 2001 году за кодекс, на совещании, которое там проходило, секретарь тогдашня КПРФ, ЦК КПРФ по рабочему движению Серегин, выступал и заявил ответственно, что их фракция не будет поддерживать ни один проект, они будут работать поправками, вот, ну и что, из серии, что вытекает, а власть очень умела таскать эти поправки, это внимание растащила на целую серию, сколько там, шесть вариантов всяких разных проектов, ЛДПР, яблоки, и слизист, там и эти, и правительство, еще один момент, который вот характеризует отношения, казалось бы, ну, коммунистической партии, где прежде всего точка приложения в доме усилий, ну, наверное, в комитете по труду, ну, так вот, по всем, да, делам, потому что, значит, и связь с трудовыми коллективами, и вопросы заработной платы, и процедурой возможности ведения экономической забастовочной войны, и прочее, прочее, в мою бытность, значит, и так же, и в других домах, в комитете по труду восемь членов фракции, во главе доктор наук Гуана, его заместитель, доктор наук Мельников, Нобелевский лауреат Алферов, очень приличный человек, смотрит и пошло по этому. В комитете по образованию. В комитете по образованию, да, все там, ну, оно может быть и право, тоже правильно, понятно, что кому-то там обязательно надо быть каким-то величинам, но в комитете образования там вообще практических вопросов больше листьев. Кто-то в институте поступает, кто-то еще что-то там. А в комитете по труду всего два человека. Вот, в мою бытность был я и Апарина. Все, поэтому, и все конфликты, там, забастовки, законопроекты, их не очень это интересует. Вот они, так сказать, другие вопросы в других сферах и прочее. Ну, еще я хотел сказать, что вот очень, значит, мостик надо сразу перекинуть и показать, что вот этот общий подход использования парламентских возможностей для развития борьбы вне парламента, он прослеживается и может быть использовать и на других уровнях. Например, вот наш недавний опыт борьбы за индексацию заработной платы показательный, потому что он начинался с региональных уровней. В нескольких региональных парламентах были сделаны попытки и в конечном итоге прорыв на это дело произошел через парламент Карелии, с выходом на трибуну Государственной Думы и с возможностью развертывания соответствующей агитации, пропаганды, показа. Кстати, и сегодня законопроект в доработанном виде находится на рассмотрении. Вот он лежит, Владимир Иванович сказал, что там иногда годами лежат, ходят по кругу, вот находится. Он стоит на очереди в повестке дня, уже бывал в алтаре, где-то там, чего-то. Это методы борьбы. При этом метод есть еще такой, вот заметьте, Единая Россия его хорошо используют, как взяла на вооружение. Вот когда созревает вопрос, когда уже нет возможности как бы тормозить его по каким-то значит, они инициативу берут на себя. Вы заметите, все повышения Мрута это инициатива Единой России. Хотя, если вообще вспомнить историю, то в том же трудовом кодексе, который сейчас действует, было принято, что он не может быть мрут меньше прожиточного минимума, начиная с 2003 года. Вот тогда уже должен быть, а он до сих пор до этого дела не дорос. Но каждый раз Единая Россия берет на себя инициативу, значит, мрут повышается еще на 15%. Или, я много раз помню, значит, выступали с идеей введения вот этого так называемого материнского капитала за второго, третьего, прочего ребенка. Долгое время выступали вот эти ребята, которые были вокруг Бабурина, вот эта фракция, как она там у них называлась, несколько раз они вносили, несколько раз. И каждый раз Единая Россия топила и экономического обоснования нету, и денег нету, и отрицательный отзыв правительства, и непродуманность потом внесла Единая Россия. И как распиарили сейчас Путин. И может быть никаких сомнений трогать то, что касается поощрения рождаемости и развития материнства, мы никому не дадим. Мы это оставим, мы это будет навеки вечнее и всегда. И это наша забота о нации самый главный вопрос по этому всех этих дел. Значит, ну и еще вот тот вопрос, который Владимир Федорович упомянул и сказал, что, конечно, когда там есть большие силы, а что такое фракция там? 90 человек, не было у КПРФ, трудно себе представить, насколько эта мощность огромная. Это 90 депутатов одних, которые получают, будет здорово, сколько, и могут ездить во всей стране куда хочешь. Это у каждого там по пять, а то и сейчас уже больше, по восемь у них помощников с нормальными зарплатами и так далее. это возможности связи за казенный счет всякое разное и тому подобное и прочее, прочее. Поэтому, если говорить, вот за что мы их критикуем, мы их больше критикуем не за то, что они в теоретическом плане скуривались не туда пошли, а за то, что они те возможности, которые можно было бы направить на развитие хотя бы экономической борьбы, хотя бы просто сопротивление народа вот этим безобразием, которые идут, они все это дело направляют в русло ожидания следующих выборов, честных выборов, голосуйте за, будет правительство народное доверие, вот тайно, там чего-то где-то кому-то подарят. Вот это, конечно, самая большая ложь, потому что и теория, и наш Дим говорит, что никто ничего не подарит, если собственной борьбой этого дела не пройдет. Ну, воспоминания Владимира Федоровича и это дело подтверждает. Спасибо за внимание за это. Так, Борис Николаевич, пожалуйста, Гавшин. Спасибо. Что-то тут не горит. Борис Николаевич, не тяните время. Есть второй микрофон, Борис Николаевич. Хорошо. Загорелся. Загорелся. Не загорелся, будет продолжим. Ну, в первую очередь, конечно, Владимира Федоровича надо поблагодарить за интересную лекцию. Ну, и если вот так рассмотреть, вот один из моих вопросов был, что КПРФ было большинство, а оказалось сейчас очень мало. Вот, я думаю, одна из причин государственного, почему? Потому что КПРФ не сделала упор на класс. Вот, если бы на поддержку класса, я думаю, КПРФ выглядело гораздо лучше. Не чувствует у нас рабочее движение России, что их партия представлена в Государственной Думе как КПРФ. понимает, что это буржуазная партия с названием коммунистическая, поддерживает мелкий и средний бизнес, диктатуры пролетариата там нет, и конечно, вот опора на класс, это очень важно. А если посмотреть Единая Россия, то здесь очень сильная опора на класс. Во-первых, в Государственной Думе мы знаем, какой бы ты не был хороший, если тебя господствующий класс не поддержит, не вольет в тебя финансы, да никуда ты не пройдешь. Куда можно пройти без денег? А если это поддержка господствующего класса, неужели рабочий класс выделит значительные суммы? А вот если господствующий класс, я и флакаты повешу большие, никто их не сорвет, и агитацию проведу, и найму, и подписи соберу. Откуда это заинтересованные люди, господствующего класса. Поэтому, я думаю, вот одна из причин, это, конечно, вот мы отметили столетие, что делали большевики? Опирались на рабочих, на крестьян, и они одержали победу. Вот, я думаю, КПРФ, конечно, надо ориентир брать такой, чтобы рабочие поддерживали. Что касается, Владимир Федорович сказал, вот, что, какой указ президента был, государственный дом под этот указ и делает. Это действительно так, но идет же борьба, конечно, они, как представитель господствующего класса, они в адийном блоке, но надо понимать, где указы у нас находятся. У нас указы президента находятся на третьем месте. Первый уровень это Конституция Российской Федерации и президент принимая инаугурацию принется выполнять Конституцию Российской Федерации. Второй уровень это федеральные законы, которые принимает Государственная Дума. Третий уровень это указы президента, а четвертый это постановление уже правительства, пятый уровень это распоряжение председателя правительства вот уровни и конечно каждый если желательно вот такое протащить конечно будут подстраиваться звонки из Кремля на каком уровне? из Кремля с исполнительного уровня в том числе и в законодательный уровень но это же пожелание но если идет борьба вот мы назвали слово парламент ну с французского пырбы говорить а спикер председатель госдумы спикер с английского спик говорить но в то же время председатель государственной думы говорит государственная дума не место для дискуссий и гроб в зал а что же это тогда это только для дискуссий и создана государственная дума но если идет борьба то будут подавлять и это не место даже для дискуссий государственной дума Хотя это все наоборот. Это именно место для дискуссий. Поэтому, конечно, очень важно еще и личность. Если личность наступательного плана сумеет и публично договориться, и так, везде со всеми давайте голосовать за этих, за этих, проходит. Если эту работу активно не проводить, то, конечно, да. Но мы понимаем, при господствующем классе буржуазея, конечно, еще, вот давайте голосуем за это, и там еще будет вознаграждение. Что, разве у нас такого нет? Конечно, мы не знаем объема. Но, конечно, такая теневая экономика существует. Нет такого государства, где не было теневой экономики. Конечно, в этом плане буржуазея всегда, как правило, выдерживает. Но бороться надо. И Владимир Федорович боролся. Спасибо вам. Так, товарищ, я прошу прощения. Время уже позднее. Но я все-таки тоже позволю себе немножечко сказать, чтобы некоторые вопросы раскрыть немножко. Ну, во-первых, конечно, вероятно. Право есть такое. Звонок из Кремля. Значит, во-первых, Владимир Федорович совершенно верно сказал, что в середине 90-х годов, в начале 90-х годов... Есть микрофон. Это самое... Я прошу прощения, Иван. В начале 90-х годов... Дай справиться. Дай поухаживай, поухаживай, Иван Михайлович. В начале 90-х годов и в середине была установка сверху на то, чтобы всякого рода трудовые конфликты в судебном порядке и так далее разрешать в пользу трудящихся. И политика эта была совершенно правильной со стороны буржуазных властей. Прошло с тех пор уже два с лишним десятка лет, а до сих пор у профсоюзников и мурадых коросальная иллюзия насчет того, что у них есть права, и что если с ними чье-то не по закону сделают на предприятии, то приедет ОМОН, поромает ихнего директора, куда-то тому везет и восторжитую справедливость. Хотя давно уже суды выносят негативные решения, и сейчас у нас здесь, конечно, на права какие-то гарантированным государством рассчитывать ни в коем случае нельзя. Но и то же самое с трудовым кодексом. Очень неплохой советский трудовой кодекс терпели долго, но к 1995 году появились сведения, что готовится гнусный совершенно новый проект. И тогда вот упоминал Владимир Федорович Михаил Васильевича Попова, но, пожалуй, не меньшую, а может даже и большую роль в создании проекта Фонда Рабочей Академии сыграл Константин Васильевич Федотов. Это тогда был один из лидеров Российского профсоюза докеров на российском уровне, возглавлял Ленинградскую портовую организацию Российского профсоюза докеров тогда очень мощную. Он был единственный освобожденный работник в этой портовой организации ленинградской, был очень загружен. И тем не менее, вот они с Михаилом Васильевичем делали трудовой кодекс, Константин Васильевич сделал открытие выдающееся, что если по 4 часа в день спать, то от этого очень много времени свободного получается. И через какое-то время схватил то ли микроинсульт, то ли еще какую-то заразу, после которой так до конца и не восстановился. И длительная мозговая деятельность у него вера к кровным болям кароссальным, и после этого он, так сказать, вот и в том числе и контрольных профсоюзов в каком-то смысле утратил. Значит, БЭР создан этот проект. Тогда, так сказать, попозновение противопорожное удалось это двинуть. Проект в Думе БЭР, и поэтому, когда в 99-м году появился совершенно гнусный проект правительственный, так называемый, то мы его встретили во всеоружии. Тогда еще и Авлианит и Мураз Георгиевич подключился из того состава Думы. А позже уже, когда состав Думы сменился, Олег Васильевич Шейн там большую работу проводил по этому вопросу. И набежало всего, вот я сейчас считал, пальцы загибал, 8 проектов. Гнусный правительственный, еще более гнусный проект Горова, РДПРовский какой-то там. Был проект восьми, так называемый, который вначале называли профсоюзным. Его выдвинуло ФНПР. Шмаковский. Шмаковский, да. И его, надо сказать, активно поддерживали вроде как союзники наши, так называемые, ленинградские троцкисты в игре с Козловым. Вот в этой самой комнате, я помню, была бурная дискуссия. Козлов, так сказать, интеллигентно, так, рокотком, но наш проект этот двигал, и продвигал проект этот восьми. Мы тут дискутировали. Вот. Хотя вроде как они революционеры такие, что революционнее не бывает. Но надо сказать, что нам удалось здесь перехватить инициативу. В частности, мы обратились ко всем низовым профсоюзным организациям ФНПР. И Владимир Федорович, я помню, здесь в том числе в этом участвовал. И пришло много очень отзывов позитивных на наш проект от низовых организаций ФНПР, от субъектов Федерации. И поэтому, в общем-то, уже перед голосованием профсоюзный проект, уже когда говорилось профсоюзный проект, уже все подразумевали не этот проект восьми, а именно наш проект. А с проектом восьми случилось так. Он почти повторял советский трудовой курс, советский экзот. И он был, в общем-то, неплох, но понятно было, почему против него выступали. Потому что в борьбе для того, чтобы хотя бы задержаться на достигнутых рубежах, надо выдвигать что-то более сильное. Ну и как компромисс задержишься хотя бы здесь. А в свою очередь была такая согласительная комиссия под председательством Слизки. Это такая женщина. Тогда не было еще Единой России. Единство вроде было. Что-то такое. Вот, да, выразительная фамилия. И она создала проект согласительной комиссии. Который, вообще говоря, напоминает советский экзот. Он в конечном итоге вот и был принят. И надо сказать, проект этот тоже не такой уж и плохой. У него по сравнению с советским экзотом, что существенно хуже, там, где у советского экзота было согласование с профсоюзом, ряда ключевых вопросов жизни предприятия. То было заменено на так называемый учет мнения. Ну, все понимают, что согласование это одно, учет мнения это совсем другое. Но в целом завоевания советские были сохранены. И надо сказать, что и сейчас у нас не такой проходит трудовой кодекс, который в парне можно использовать. И в этом заслуга в том числе вот этого кароссального вара, который вот мы все вместе накатили тогда. Накатили мы вару не только с профсоюзной стороны. Я помню, был большой интерес. И мы ходили по предприятиям. Я вот лично где-то около пару десятков лекций прочитал на предприятиях. Кроме предприятий Выборгского района, это был метрополитен Ленинградский. И фарфоровский завод в Романосове. То есть, и всюду люди с большим очень интересом. Ну, мы обращались, у нас женщина обзванивала профсоюзные комитеты. И это по профсоюзной линии. Но люди приходили рабочие, я помню, в метрополитене там очень машинисты, очень хорошие вопросы задавали, очень тепло пообщались. Всюду нас чаями поили и, в общем-то, очень хорошо принимали. И это нам дало определенный, так сказать, с точки зрения выигрыш. И варнашра. И потом, скажем, докеры посрали, когда было голосование в Думу, большой отвят в Москву. Не только Ленинградский, но и другие докеры. И там, вот в митинге около Государственной Думы, там был довольно мощный отряд сильных, здоровых мужиков, которые там участвовали. Кроме того, авиадиспетчеры голодали. И тут Степан Сергеевич спрашивал о методах, как влияют непаргаментские методы. Когда шли голосовать, вот по Трудовому кодексу, Жириновскому одна бабушка, не докер, к сожалению, а бабушка. Но, тем не менее, дара по башке, то ли древкам от фрага, то ли чем-то еще. И вот фракция Жириновского дружно-горосовара за проект с грасительной слизкой, а сам Жириновский не горосовар. Так что это вот к вопросу о влиянии в непаргаментских методах борьбы. Значит, на первом чтении набрав все-таки 189 только горосов из 20-26 необходимых. Так что здесь что-то напутано немножко. Не было такого, чтобы двух горосов не хватало. Но на втором месте был устойчивым. Остальные совсем мало набрали проект наш. Вся фракция КПРФ, надо сказать, про горосовара за исключением верхушки. Селезнева не было на горосовании. И еще ряда руководящих товарищей на горосовании не было. Но фракция КПРФ, даже из Единой России, ну, из Единства-то было. Один товарищ с восточной какой-то фамилией, сейчас точно его не помню, про горосовар за наш проект. Что похвально. Вот. А 222 голоса набрали поправки. Вот прошел в первом чтении проект согласительной комиссии. Вообще, говорю, не самый плохой, который мог бы быть. И мы туда дали поправки. В случае принятия этих поправок практически не отличался бы от нашего трудового кодекса. И вот за эти поправки прогросовало 222 депутата из 226 необходимых, чтобы проект прошел. Опять же, не было на горосовании гражданина Селезнева. Ну, еще там ряда руководителей фракции КПРФ. Если бы они пришли и прогросовали, тогда бы это дело прошло бы. Ну, такого не могло, конечно, быть, потому что такого не могло быть никогда. Но борьба эта, она не прошла даром. На основе этой борьбы из КПРФ завязались многие связи. Была попытка создать Российскую партию труда, которая, если бы была бы создана, она была бы интересная политическая сила. Но там большие ветры задули против, и она, так сказать, распарась, не успев создастся. В сухом осадке осталась программа профсоюзная задача коллективных действий, которая представляет из себя, можно сказать, сгусток такой требований, которые можно вставлять и в коллективные договора, и куда угодно. И остался сам проект трудового кодекса, тоже самые отдельные элементы, которые могут быть вставлены в коллективные договора, и которые представляют из себя документ, осмысляющий, чего же хочет рабочий класс России. Еще буквально два слова по поводу требований. Вот вообще, говоря, интересов экономических, говорят, вот экономическая борьба, политическая борьба, политических интересов нет. Есть только экономические интересы. И даже конечная цель построения коммунистического общества, построения бескрасового общества, это цель экономическая. Ибо, как раз, это понятие экономическое, есть общественно-экономические формации, как мы знаем, общественно-политических формаций нет. И переход в другой экономической формации, это тоже экономические интересы. А чем отличается тогда экономическая борьба от борьбы политической? Политика – это отношение между красами, это борьба, которую ведут красы за завоевание, удержание и сохранение своего господства. А вот и поэтому, когда рабочие там Чугуевской фабрики какой-нибудь выступают за повышение своей зарплаты, то это нельзя назвать политической борьбой. И нельзя назвать красовой борьбой, потому что крас он большой, и вообще говоря, красу немножко так фиолетово, поднимут или нет зарплату своей в работе Чугуевской фабрики. А когда за те же самые вроде бы требования, скомпонованные в размерах, в рамках Трудового кодекса поднимается рабочий крас России в целом, это несомненно уже борьба красовая, борьба политическая. Вот это вот тот самый скачок, который был сделан после политической спячки 90-х, и он, надо сказать, консолидировал определенные силы. До сих пор у нас на тех знакомствах, на тех контактах многое зиждется, и надо сказать, что это большая победа рабочего движения России и, в общем-то, коммунистов России, и в том числе Владимира Федоровича, которому хочу сказать спасибо. Ну что, большое спасибо, что пришли послушать и поговорить на эту тему. Вообще, конечно, сейчас, вы знаете, в чем дело, произошла, я бы так сказал, большая смена поколений рабочего класса, трудящихся. Вот поколение, которое 30-35-летними встретили перестройку, и вот эти все, будем говорить, политические и экономические перевороты, оно уже в большей степени уже находится на пенсии. Теперь к этим людям приходит такое осознание, понимаете, что государство как бы их обделило. Вот у меня всегда разговор, а какое государство? То, которое вы помогли сокрушить в 91-м, или нынешнее буржуазное? Нынешнее буржуазное государство вам дает то, что дает буржуазия этому государству, точнее, через это государство выражает свои интересы. Вот за то, что вы трудились тогда, вы добровольно все-таки все это отдали в какой-то степени. Не только потому, что в 90-е годы 80-е классовый враг оказался сильнее, но и ваша пассивность привела к тому, что трудящиеся потеряли все, что должны были бы сейчас иметь. И поэтому вот этот вопрос, один из серьезнейших, который не решен до сих пор, был в советском и сейчас. Вы знаете, что каждая, как Владимир Ильич Ленин говорил, каждая кухарка должна научиться управлять государством. Но это, что трудящиеся должны учиться управлять государством, начиная снизу с бригады и кончая государством, каждый на своем уровне, по мере накопления опыта. Любое самоотстранение или устранение трудящихся от управления государством и передача полномочий кому-то в лице бюрократии, и неважно, рано или поздно приводит к тому, что бюрократия или определенная группа, прослойка, класс начинает от имени трудящихся управлять государством, экономикой в свою пользу. Поэтому вот эта проблема, она перед всеми стоит. Ну не бывает идеальных управленцев, которые только на благо всех работают. Сначала чуть-чуть, а потом в конце концов все для себя. Мы видим на примере красных директоров, красных помещиков, как быстро в конце 80-х, в 90-е годы произошло их перерождение современных капиталистов. Вот как-то мне задали вопрос, кто-то из социологов, мы помним, большой вопрос, и был, как вы считаете, успешным или неуспешным был путь руководителя Лукойла Олег Первого? А я прямо сказал, что вор, человек в советское время стал министром нефтяной промышленности, и вместо того, чтобы бороться за сохранение общественной собственности, первым делом оторвал себе самый жирный кусок нефтяных месторождений. И поэтому пока трудящиеся не осознают, что пока находишься в классовом обществе, даже при социализме, все равно нужно участвовать в управлении государством и, грубо говоря, бить по рукам всех, кто покушается на общественную собственность. Я так деликатно. На самом деле вспомним опыт столетней давности, когда трудящиеся решительно взяли политическую, а потом экономическую власть в свои руки. Сначала только политическую, а потом, только уже потом, в 2018 году. Ведь сначала был вопрос о контроле над производством. Думали, что удастся договориться с Буржейзией. Нет, последовал колоссальный саботаж, а в 2018 году пришлось национализаться и спасать экономику России. Я вот полагаю, что и в будущем при таком же событии придется рабочему классу решительно отстаивать свои интересы именно взятием политической власти, а потом экономической над производством. Для этого надо учиться. А для этого нужно понимать, как работает капиталистическое государство, учиться, как работало социалистическое государство, знать экономику и прочее. То есть без знаний здесь не обойдешься. Поэтому всем нам надо учиться. Ну, нам, может быть, уже и поздновато некоторым из нас, да. Но вот молодежи надо учиться. И учиться серьезно. Потому что та вот поверхностная, будем говорить, сумма знаний, она не годится в современном мире. Надо глубоко разбираться в политике, экономике, в управлении производством и государством. Да во всем надо. Поэтому я считаю, что нам нужно не отказываться ни от одного способа борьбы за права трудящихся. Парламентские, парламентские, любые другие тоже годятся, тем более организация трудящихся. Все, что заставит буржуазный класс отступить, должно использоваться в нашем арсенале борьбы и существования трудящихся. Потому что по-другому с нынешней буржуазией не получится разговаривать. Понимаете, если мы строили государство 70 лет, социалистическое, то буржуазия вот прошла ускоренный курс буквально за считанные 15-20 лет. И Россия из социалистической стала империалистической, которая заявляет свои претензии тоже на раздел мира. Ну, когда говорят о многополярном мире, вопрос такой, какой многополярный мир, для буржуазии или для трудящихся? Надо понимать, что не для трудящихся. Когда отсутствует классовый подход, появляется подход межимпериалистической борьбы. Трудящиеся, я думаю, во всем мире договорятся, недаром наш общий возник, пролетарии всех соединяйте, всех стран соединяйтесь. Спасибо, я, в общем-то, благодарен вам, что пришли, послушали. Спасибо. В нашем университете учат депутаты Государственной Думы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Владимир Федорович. Следующая лекция через неделю у нас будет на тему... За депутатом Государственной Думы поухаживаю, за тобой ведущим поухаживаю. Следующая лекция у нас будет на тему «Формы и методы работы коммунистов в рабочем движении», прочитает ее нам секретарь Родфронта Степан Сергеевич Маленцов. Всем хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok